это поле чудес я пришел к вам с подарками еще один важный вопрос про богатство богатство я придумал только что рубрику я боюсь у меня все хорошо я очень рад вас приветствовать сегодня мы в гостях у елена который мы видели уже уазис и чакры собственно на вашем рабочем месте ответим и сегодня очень важный вопрос что такое грузия вашими глазами мы постараемся посмотреть на эту на грузию глазами вас для этого я буду задавать скромные вопросы в духе следователя максимально тогда начнем с установочных вопросов как давно вы здесь почти 6 лет почти 6 лет да я переехала весной 2016 года я задам максимально некорректно поставленный вопрос насколько хороша грузия в целом и батуми в частности он изначально предполагает положительный ответ ну я загоняю вас как вы понимаете правки нужных ответов грузия прекрасно в целом так и батуми в частности иначе я бы не жила здесь уже шестой год принципе аргумент но вы согласны с тем что вот иногда нам попадаются такие мигранты которые очень сильно жалуются на жизнь но никуда отсюда не сдвигаются согласна с чем это связано как вы считаете и считаю что это связано именно с непосредственно самими людьми то есть и с теми ожиданиями с которыми они приезжали сюда каждый раз когда это путешествует что должен себе представлять куда ты едешь да то есть ты едешь не в нью-йорк ты едешь в грузию грузия это такая специфическая страна она немного аутентичная здесь прекрасные дружелюбные люди бывает только и давайте отбросим стандарты и пойдем я я вам рассказываю все как есть так я рассчитывал на более критичные ответы простите пожалуйста плохое есть везде так хорошо что его здесь не так много перемен исходя из этого стоял выбор между несколькими странами нужно узнать кто был конкурентом в этом в борьбе за вас у меня в голове в конкуренции были испания и литва то есть вот так вот легко выбрали или нелегко в груди первый раз я была в 2000 кажется тринадцатом году и она меня затянула плане где вы брали информацию о том что здесь творится и вообще насколько ваше представление до того как я не читала это информации вы не читали советские газеты нет я не я не читала когда были советские газеты и было еще слишком маленькая а перед тем как переезжать в грузию я ничего не читала не я просто побывала здесь пять или шесть раз и подумала что зачем каждый раз уезжать из страны в которой тебе так хорошо и так комфортно и когда ты со слезами на глазах садишься в самолеты и тебе совсем не хочется лететь обратно зачем зачем мучить себя поэтому я не понимали и незамутненным взглядом изначально да это я просто взяла чемодан и просто приехал потрясающе это очень кстати да нет ну были конечно там определенные предпосылки то есть в казахстане работала там в одной из крупнейших компаний я была директором по маркетингу я у меня было все очень хорошо в плане карьеры у меня было все очень хорошо в плане окружение и но в какой-то момент захотелось все начать сколько вам тесно здесь в плане карьеры очень вот как вообще как вот как вы докатились до такой как вы пришли к такому решению который называется dreamland oasis то есть в принципе это ну один из самых дорогих комплексов мы с вами познакомились как раз благодаря тому что вы идут в аджаре да вы работаете в этом комплексе как вообще в это все случилось так как вы сюда попали и можно вот на это пока вы не ответили я вас перемещу в зеленую часть dreamland о чтобы мы понимали о чем идет речь еще раз да хорошо уже по нему хорошо так мы неожиданно переместились в очень зеленую локацию это ну собственно весь уазис такой благоустроенный но все же как вы докатились до работы здесь дошли простить я отправлял резюме я так понимаю на протяжении года напрямую вы недвижимостью до этого не занимает никогда я работала молочной продукции и это fmcg сектор и я никогда не занималась продажей недвижимости и в продажах и никогда не работала то есть это работа в оазисе в принципе теперь недвижимость даже вы находитесь на самом деле в лайтовой секции это отдела продаж то есть у вас все хорошо в жизни изначально тем как бывший риэлтор но все неплохо дефорим деформировал у вас есть какая-то ощущение вот это усталость здесь нет с учетом того что я практически все эти пять лет что я здесь работаю это все происходит без отпуска как такового официального вообще у меня есть сезонально здесь работы в принципе очень иностранцу тяжело если ты не занимаешься каким-то своим бизнесом если ты не производишь что-то для себя или на продажу если ты не если ты не умеешь что-то делать если у тебя нет удаленной работы то конечно устроиться на работу местную грузинскую компанию это достаточно проблематично то есть в этом плане батуми он намного интереснее для переезд город батуми он очень интересен потому что вы можете здесь найти работу где требуется русскоязычные именно специалисты ввиду того что большое количество русскоязычных людей заинтересована в недвижимости в том числе и в недвижимости или в каких-то определенных видах услуг вот вам по работе в уазе не кажется что сегмент от русскоязычных сместился какую-то другую сторону не меняется рынок еще нет то чтобы ну согласно статистике то чтобы там лет пять назад и то что есть сейчас у нас примерно такое же процентное соотношение по продажам то есть это 40 процентов это грузин и все остальное в основном это снг это россия украина белоруссия казахстан армения всякие зарубежные страны типа германии германии мало если германия то это чаще всего именно грузинские мигранты то есть это те люди которые переехали в германию и сейчас они хотят приобрести что-то для себя здесь на родине в грузии понятно то есть чистых иностранцев скажем тогда чистых немцев чистых рафинированных таких покупателей конкретно в нашем комплексе нет возможно где-то в других дешево для них здесь все очень дешево но такой специфический покупатель вопрос следующий вот я с вами не согласен например по поводу поиска работы здесь почему я объясню свой не то чтобы я с вами совсем не согласен говорить чистейшую неправду то есть вы по-своему правы но тем не менее то что я наблюдаю я наблюдаю что грузии есть серьезный недостаток в квалифицированных кадрах обладающих некой профессии которая двинула бы сам уровень сервиса и страны вперед грубо говоря то есть вот те иммигранты которые смелые ловкие умелые обладают каким-то навыком который здесь еще не развит тут нулевая же конкуренция я абсолютно с этим согласна но большинство грузинских работодателей очень с опаской относятся к иностранным работникам то есть нету проще и мне сложно наверное объяснить потому что очень во первых очень высоко развита кумовство так называемая в грузии да когда на работу берут родственников когда на работу берут знакомых знакомых и так далее но если вы залезете на любой сайт вакансии грузинский непосредственно да то есть аля headhunter или еще что-нибудь такого вы просто заходите да если вы заходите на этот сайт вы понимаете что особо вакансий менеджеров высшего звена и звена выше среднего здесь практически нет то есть чаще всего ищут официантов чаще всего еще дизайнеров то есть ищут людей которые дуэры да ну то есть которые делают но не те которые управляют то есть на управленческие вакансии практически управленческих вакансий практически нет Ну, тут может быть еще недостаточная развитость саму идея о том, что это нужно отдать на хэдхант. Возможно, об этом тоже шла речь, когда я искала и когда я говорила кому-то, что я не могу там, допустим, найти какую-то работу, но ребята, знакомые, они мне говорили, что я должна приносить резюме, да, то есть я должна не отправлять резюме, а я должна принести резюме, конкретно распечатанное на бумажке, в файлик положенный. Для того, чтобы его хотя бы как-то рассмотрели. Ну, что, потому что, да, это что, все равно распечатывать потом. Ну, я считаю, что просто если человек не может воспользоваться почтой, когда ко мне, допустим, сейчас приносят резюме и мы обсуждаем, кого взять или кого не взять, то есть резюме, который просто так принесли, мы даже не рассматриваем. То есть мы рассматриваем непосредственно, если человек отправляет на указанный сайт, то есть если человек не может ничего сделать, вплоть до того, что не может отправить резюме на указанный сайт в объявлении, то... Какая у него производительность? Зачем, да? Хорошо, сделаем сим-салабим, переместимся на новую локацию. Будем двигаться, наверное, дальше по Дриммунду. А вопрос у меня такой, я буду, конечно, пятиться как черепаха, но ради красивого кадра чего не сделаешь. Как здоровье? У меня? Да. Прекрасно. Ну вот в процессе переезда, условно говоря, в Грузию, расскажите, пожалуйста, все вопросы, которые связаны у вас были со здравоохранением, со здоровьем, как они решались и как... Ну, это базовая потребность человека, поэтому грех, как говорится, про это не поговорить. Слава Богу, что я не сталкивалась с какими-то проблемами касательно здоровья, ну, за исключением там нескольких текущих. В целом, единственный раз мне только в фамилии, там, из веселых случаев мне только в фамилии приписали ДЗЭ окончание в регистратуре, чтобы так, видимо, на аджарский. Ну, а в целом, говоря про уровень здравоохранения, можно ли сказать, что базовую медицинскую помощь вы легко можете здесь получить? Базовую медицинскую помощь, конечно. За сложенными операциями куда? В Турцию или в Тбилиси. В Турцию или в Тбилиси, что, в принципе, тоже недалеко. В Турции 12 километров, там плюс-минус полтора часа ехать до медицинских центров. А в Тбилиси, ну, до Тбилиси. До Тбилиси. А вы пользуетесь страховкой на территории Грузии? В данный момент нет. А в принципе, пользовались? У меня была страховка, но, к сожалению, не удалось ей воспользоваться. Слава Богу. Ну, вообще, как вы считаете, это обоснованно или проще разово обращаться? Говорят, что обоснованно, потому что достаточно дорогая медицина. Ну, да, базовая, она не бывает бесплатной для экспата. Да, потому что прием у врача примерно стоит в районе 70-80 лари. Ну, стандартная консультация. 60 платил? 60, не знаю, когда, но... Ну, опять же, не было каких-то таких страшных, страховых, страшных случаев, операций и всех прочих вещей. Поэтому сложно сказать. Ну, в принципе, лучше 300 долларов, наверное, за год заплатить. Я тоже так думаю. Есть единственный нюанс, потому что у меня была страховка здесь непосредственно на работе, и у меня каждый месяц вычитали. То есть для меня было бы намного удобнее, если бы с меня сразу вышли один раз за год, и я больше бы с этим не сталкивалась. Чтобы не считать каждый месяц, да? Согласен. Со здоровьем разобрались, все хорошо. Ну, а в принципе, чувствуя себя лучше стали, вот, экологичность как-то сказалась на вашем состоянии? Конечно. Когда у тебя зимой температура в среднем плюс 15 градусов, это не постоянно практически солнечные дни. А дожди? Дожди я ожидала хуже. То есть все пугали, да, когда я переезжала, все пугали, что зимой будет очень все плохо, будут затяжные дожди, будет сыро. Я спрашивала, что вы делаете зимой? Мне все говорили, мы пьем чач. А, назовите три вещи, которых вам категорически не хватает в городе Батуми. Свободной парковки. Не надо жить там, где вы живете. Так, в городе Батуми есть комплексы, где есть нормально с парковкой, все. Немного. Ну, это первое, хорошо. Ну, нет, мы про средний Батуми, если говорить. Китайской еды мне не хватает очень сильно. Я именно китайской еды, чтобы была курица в кисло-сватком соусе, такого я не нашла. Дядя Фенк. У них нет курицовки со сладком соусом. Есть, по-моему. Тут сейчас китайцев, кстати, очень много приехало в этом году. Да, я думаю, появится. Они что-то изобретут, да, как бы. Так, третье? Да, не знаю, наверное, когда ты приезжаешь из большого города, в котором у тебя большой ассортимент, в принципе, всего в наличии, и в маленьком городе у тебя очень ограниченный выбор, да, то есть тебе постоянно приходится что-то заказывать дистанционно, делать какие-то покупки онлайн, чтобы сюда привозили, чтобы присылали почтой. Ну, наверное, вот этого, определенных вещей я не могу прямо сказать одной. Доступности определенных групп товаров, да? Да, то есть даже если ты приходишь в магазин в том же самом Тбилиси, то выбор там намного больше, чем в Батуми. Но и в то же время ты понимаешь, что после того, как поживешь здесь хотя бы там полгода, да, ты понимаешь, что особо те продукты, они тебе и не были нужны, да, то есть к которым ты очень сильно привык. У вас просыпается аскет-диоген, который говорит, мне это было и не надо? Во мне просыпается состояние, что в принципе без этого можно жить и можно обходиться чем-то более базовым. Это интересно. Сейчас мы раскроем Елену в совершенно неожиданной ипостаси. Да. Объясните, пожалуйста, что это за сверточка? Это поле чудес. Я пришла к вам с подарками. Прекрасно. Я надеюсь, это положит начало хорошей традиции. Да, для всех будущих интервьюеров. Когда я переезжала в Батуми, я понимала, что, скорее всего, работу я так быстро не найду. Так. Поэтому надо было придумывать то, чем можно было бы заработать себе на пропитание, скажем так. И я научилась делать пряники. То есть вы планировали решать проблему с пропитанием с пряниками? Нет, я планировала их продавать для различных мероприятий. Вот конкретно это вам подарок на Новый год. Спасибо. Вы их можете поставить как декорацию. Срок годности у них три месяца. Мы специально для вас откроем музей Александра Шорта. Да. Как поле чудес. Пахнет очень вкусно, между прочим. Если понихаете. Просто сейчас я снимаю, я не могу одновременно снимать музыку. Да. Так. И? Изначально бренд Чита Гурита, он планировался как бренд для того, чтобы производить сувенирные пряники. Да. Но, к сожалению, необходимости в этих сувенирных пряниках не возникло, потому что сезонность очень короткая. Всего три месяца непосредственно в Батуми. Поэтому я перешла просто на праздники для мероприятий, каких-то эксклюзивных подарков, новогодних, детских. Ну и на то, что можно такое воткнуть. То есть на каждый торт, я думаю, что выкроете. Да, конечно. Детские праздники, все знают, что надо покупать Чита Гурита. Да. Я поставлю ссылку, наверное, на вашу страничку здесь. Но в любом случае я могу добавить от себя только то, что это не мой основной доход. Основной доход это все-таки продажная недвижимость в комплексе Dreamland 2. А я так надеялся. Да. Основная работа это, по сути, отдел продаж. Да, это то, что мы продаем. И то, что пользуется спросом к нашей великой радости. А вы не планировали в момент, когда переезжаете, пойти по пути наименьшего сопротивления всех иммигрантов и стать грязным батумским риэлтором? Я вообще не планировала работать в недвижимости, когда переезжала в батуме. Просто в какой-то момент я поняла, что сбережения они будут заканчиваться и надо чем-то заниматься. И просто для меня, я не люблю, когда ты несколько, точнее очень быстро что-то начинаешь. Мне больше нравится, когда ты очень четко, вразумительно подходишь к определенному бизнесу или к определенному делу. То есть ты должен понимать, что ты будешь запускать, зачем ты будешь запускать, как это будет работать. То есть просто взять и открыть какой-то ресторан, который закроется через три месяца, ну я считаю, что это неправильно. Прогуляемся? Да. Мы решили сначала постоять немножко у старого бассейна, потом перейти к новому. Вопрос такой. Зачем надо было ехать в батуме, чтобы заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Это что, нельзя было делать у себя? Нет, можно всем заниматься. Можно было продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься. Но просто хотелось попробовать что-то новое и лучше попробовать и жалеть о том, что ты попробовал. Или не попробовать и жалеть о том, что ты не попробовал. Ну вот допустим, вашим хобби и частичным каким-то небольшим доходом являются пряники, да? Это хобби. Хобби, слава богу. Но я так подозреваю, что вы не бесплатно эти пряники раздаёте. Нет, конечно. Это очень правильно. Всякий труд должен быть вознаграждён по какому-то разумному пределе. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если бы вот эти пряники пекли там у себя, чем бы это отличалось от печенья пряниками здесь? У меня не было времени печь пряники там. Потому что я очень много работала. Вы научились меньше работать? Да. Больше посвящать себе творчеству получается? Ну да, конечно. По всем как бы этим, извините, но вы творческий человек. Интересно. Так, а вообще идея пряников, она у вас там возникала? Там нет. А что вообще изменилось в сознании, вот в момент, ну за весь период, условно говоря, что вы здесь находитесь? Вот то, что вы там творчеству, мы уже установили по фактам, да, условно говоря. А что мы не заметили? Что изменилось вот именно в восприятии жизни, может быть, в отношении при переезде жизни на море? Нет, я не прошу каких-то откровений там вот из серии, чтобы сидеть в духе волшебной книги, да, которую мы будем продавать за большие деньги для личностного роста. А, ну, что поменялось? Нет, ничего не изменилось, просто мне здесь комфортно. Я, правда, то есть, когда ты работаешь, опять же, в большом городе, работаешь практически там 24 на 7, и у тебя не остается времени ни на что, и хочется вырваться из всего этого, вот я, наверное, это нашла в городе Батуми, в Грузии. Я не говорю, что я здесь работаю меньше, но ощущение, что у меня больше свободного времени, оно действительно присутствует. И ощущение комфорта какого-то, не знаю, не могу описать, да, мне хорошо, мне тепло, мне вкусно, здесь хорошее море, здесь чудесные люди, здесь нету парковок, но это единственное... А там что более ужасные люди? Ты не успеваешь видеть тех людей, когда ты практически... Слишком быстро все? Слишком быстрый ритм, слишком ты занят, наверное, для того, чтобы успевать. Здесь этого времени побольше. Понял. Двигаемся. Еще один важный вопрос про богатство. Богатство? Да. Как изменился уровень достатка в целом? Я не нуждаюсь. Не нуждайтесь, это хорошо. Да, я могу обеспечить себя и все свои хотелки. Вообще, в принципе, если нацелен именно на повышение достатка, имеет ли смысл рассматривать Батуми? Для денег или Грузии? Ну, все зависит от того бизнеса, которым вы занимаетесь. Если у вас есть цель зарабатывать много в определенных каких-то сферах, наверное, это возможно. Я не могу сказать, что здесь у меня какие-то супер-мега-колоссальные доходы, но могу сказать, что я зарабатываю не меньше, чем я зарабатывала раньше. Это хорошо. То есть падение доходов не наметилось? Падения доходов нет, и в то же время есть более, допустим, дешевые цены на определенные вещи. А экономика Грузии вообще, она, скажем так, допустим, отличается от казахстанской. Вы чувствуете эту разницу в принципе? Ну, конечно. Я чувствую, главные мои ощущения происходят каждое лето, когда курс доллара падает, и сразу же после сезона, когда курс доллара начинает расти, когда начинает расти бензин, стоимость за бензин, когда начинает расти стоимость на продукты. То есть здесь все зависит от туризма, и любой бизнес в туристической сфере пока, я считаю, что он будет успешным. Что касается какого-то другого бизнеса, ну, к сожалению, пока не могу так прямо четко сказать. Понял. Ну, а допустим, если бы вы сюда переезжали еще раз, и не владели бы тем, чем вы владели, в смысле, не было того опыта для жизни, вот в примитивном формате чем вы здесь начали заниматься? Что естественным образом падает на сердце? Эко-отель. Имеет смысл ехать в Грузию гастарбайтером? Вот так вот я спрошу. Ну, если у вас есть финансовый запас, туканье. А ради чего? Вот именно рабочей профессии, то есть обычной, простой, потому что, ну, очень часто мне, допустим, в WhatsApp задают вопрос, там, я там электрик, хочу жить в Грузии. Ну, мотивацию на это тоже усвоить. У меня ощущение, что электрики зарабатывают больше в других странах. Хотя, если ты делаешь работу качественно, то возможно... Ты можешь повысить ценник, да? Ты можешь повысить ценник. Да, конечно. Мы используем вас в качестве источника полезной информации. Давай. Назовите, пожалуйста, три самых вкусных ресторана Батуми, по вашему мнению. Три самых вкусных. Не вздыхайте так тяжело, пожалуйста. Мы все-таки в Грузии находимся. А с какой кухней? А? С какой кухней? С аутентичной. Аутентичной. Я люблю ресторан Перасмани. Там самые вкусные хинкали. Я люблю ресторан Шимохи до Генацвали. Все еще. Все еще люблю, к сожалению. Этим летом он слегка подпортил мое впечатление. Но обычно, я думаю, что это была просто случайность, потому что в течение, там, сколько, 7-8 лет я регулярно его посещаю. И там не бывает проблем. И еще грузинский, ну, наверное, Асканель. Асканель? Да. Хорошо. Кто из них самый недорогой? Шимохи до Генацвали. А самый вкусный? Все. Хорошо. Продолжим эксплуатировать ваши знания. Чем заняться в Батуми в дождь? Три занятия. Пойти в какой-нибудь спа. Сколько стоит в среднем? В среднем от 50 до 100 лари в день. Тогда три спа, пожалуйста. Сдайте Евке. Не, ну, польза должна же быть по навигации. Мне за городом, как я уже говорила, мне нравится Костелла Маре. Через два года мне будет нравиться спа, который находится в Дримлент-Оазисе, трехэтажный, с семью бассейнами. Кстати, что у вас со сроками сдачи корпуса? Со сроками сдачи корпуса у нас все по плану, за исключением того, что мы слегка задерживаемся, но эта задержка, она очень незначительная, просто попричинила логистических нюансов. В связи с ситуацией ковида в мире, в связи с тем, что там были проблемы какие-то в Суэцком канале, образовался недостаток специальных контейнеров, которые только принимает грузинский порт. И поэтому у нас есть... Материал не подвезли? Да, долго ждали окна. Чем будете компенсировать? Печеньками? Мы придумаем, как компенсировать. Хорошо. Думаю, где снять следующий кадр, как мне на фоне строящегося корпуса? Кстати, когда я был у вас последний раз, у вас, по-моему, не было еще внешней, да, отделки на нем? Я не помню. Но точно не было вот этих стеклянных штук, лифтов, ой, этих. И, по-моему, не было окон, я думаю. Лен, вы не могли бы вернуться в кадр? Я вернулась. Спасибо. А, вы снимаете? Я просто не обрабатываюсь. Да, да, все как бы это. Скажите, пожалуйста, вас, наверное, удивит этот вопрос. Как дела с личной жизнью в Грузии? Прекрасно. Так. В целом, опишите ситуацию, то есть как это все происходит? Ну, конечно же, интеллигентно, корректно, но с описанием специфики того, как бы, чем, допустим, здесь отличается от там. Да, ничем не отличается. Все примерно точно так же, да. Так же, как и в любой другой стране, я думаю, что ты с кем-то знакомишься, ты с кем-то встречаешься, вы куда-то ходите, вы начинаете встречаться. Если, ну, дальше все зависит от серьезности ваших отношений. Я часто слышу в эмигрантских чатах плачь Ярославны на тему, да, я так это называю, значит, на тему того, что бедным сиротам не дают прохода исполненные любви и восторга к ним местные мужчины. Ощущаете ли вы к себе какое-то повышенное внимание, которое у вас бы, поскольку у вас все провоцирующие факторы, это красные губы и светлые волосы, есть ли такая проблема? Нет, сейчас нету. Когда ты турист, то да, возможно, ты ощущаешь внимание противоположного пола намного больше, чем когда ты уже пожил здесь хотя бы год или полтора года. Потому что через год, через полтора года, видимо, у тебя уже вырабатывается какой-то определенный взгляд, да, который убивающий, который говорит, да, не подходи ко мне. Вот, и, наверное, после этого какое-то другое отношение. То есть какого-то мега повышенного внимания такого прямо нету. То есть ты ездишь по городу, да, обратят внимание на тебя, но в то же время обратят внимание на то, на какой машине ты ездишь, да. То есть если это черный BMW и там сидит блондинка с красными губами, то, конечно, это очень ярко привлекает внимание. Если это какая-нибудь машина скромней, там сидит девушка, которая там... С темными волосами, да. С темными волосами, возможно, она не так сильно привлечет внимание. Ну да, блондинок немного, но грузинские женщины тоже иногда красятся в блондинок в целом. То есть в целом вы не чувствуете себя белой вороной? Нет. Я чувствую себя, я могу чувствовать себя другой, когда вокруг меня очень много грузинов, когда они говорят по-грузински, я чего-то не понимаю, и они начинают... Ну, как-то, я не знаю, немножечко их разговор прерывается для того, чтобы там начинают меня что-то переводить. Вот в этом случае, да, я чувствую себя слегка белой вороной. А вы хорошо, свой или грузинский? Я понимаю. Вы скрываете это? Да. Понятно. Поскольку хронометрофин у нас не резиновый, а узнать у вас хочется все-таки очень много, что вы будете делать через пять лет? Уйдете ли вы из недвижимости, в принципе? Я пока не могу сказать, что я буду делать через пять лет. Ну, настроение какое? К чему располагает? Пока я не планирую уходить из недвижимости, даже если наш комплекс здесь достроится, у нас есть еще потенциально несколько объектов, которые мы будем строить. Даже если это не будет Dreamland, то, скорее всего, и я буду работать как бы наемным работником, то, скорее всего, это тоже будет недвижка. Ну, а вот если бы вы приехали, допустим, в Грузию, и такой сферы, как недвижимость, не существовало вообще, где бы вы оказались? Тогда бы я, скорее всего, оказалась в какой-нибудь сфере гостеприимства. То есть, ну, то, что наиболее логично, да? Если мы говорим про наемного работника, то да. Если мы говорим о том, какой бы бизнес я открыла, то, скорее всего, это был бы общепит. Общепит? Да. Все идут этим путем? Да, но все идут путем чего-то масштабного. Я бы открывала что-то небольшое. Много, но небольшого. Много, но небольшого. Что-то разное по своим предложениям. Собственно, для заключительного кадра у нас, я придумал только что рубрику. Я боюсь. Она называется «Сделай сам». И заключается она в том, что вы можете напрямую обратиться с каким-то резюмирующим советом, либо рекомендацией, либо просто описать свои ощущения для тех людей, которые еще там, от человека, который еще здесь. Единственный совет, который я обычно даю всем, кто собирается переезжать в Грузию, чтобы не рвали все нити со своим прошлым, да, скажем так. Вдруг им там было лучше, да? Возможно, им там было лучше. Не надо продавать все и бросаться с мечтами о жизни на море в Грузии. И это первый, наверное, совет. Не только в Грузии, наверное, но и везде. Да, вы приезжаете сюда хотя бы на полгода, поживите, посмотрите, как у вас это получится, насколько вам будет близок менталитет, потому что первые три месяца у вас эйфория реальная, да? Даже, может быть, первые три-четыре месяца. Потом наступает немножечко такой этап реальности, когда вы начинаете осознавать вообще, что происходит вокруг вас, и вы начинаете понимать, что вам надо как-то в этом жить и что-то делать. И принимаете ли вы это или нет? Принимаете ли вы или нет, да. То есть, ну, минимум шесть месяцев нужно здесь пожить для того, чтобы понимать. И, ну, конечно, просто так наобум с одним чемоданом без работы не рекомендую сюда ехать. Кстати, то же самое сказала еще одна девушка, с которой я брала патриот, она тоже сказала, что если у вас совсем нет денег, не переезжайте жить на море, вообще никуда не переезжайте, потому что вам это место, скорее всего, не понравится. Однозначно вам не понравится, то есть у вас должен быть запас как минимум на год, на два, для того, чтобы четко... Ну ладно. Ну ладно. Два года не работать, это же сока. Не, ну, через год становится скучно, но я скажу так, да, я искала работу год. Да. Я не скажу, что я искала ее конкретно, вот прямо целенаправленно, каждый день там и так далее. То есть, я отправляла по мере возможности резюме, и вот где-то через год мне поступило только предложение такое официальное. В результате я устроилась, и, ну, вот пока еще здесь. А как вы искали, куда отправить, почтовые ящики, на которые отправлять резюме? На каждом сайте, где размещены вакансии, там обычно есть сайт непосредственно рекрутера. А, ну у меня есть просто сайт, список сайтов вообще полезных грузинских, там три или четыре сайта с работой, то есть это вот, наверное, скорее всего, те же самые сайты, да? Ну, я думаю, да, ну, я честно, я не помню сейчас... HR.g там что-то? Да, 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 да. То есть просто бомбили режимешками сначала, потом получили, условно говоря, предложение, от которого не смогли отказаться? На самом деле это не было предложение мечты, да, это было просто предложение о работе в грузинской компании. Ну, знаете, у меня хорошая, я так скажу. Да, то есть ты приходишь, у тебя здесь все красиво, классно, да, и мне было просто интересно посмотреть, как работают грузинские компании, потому что опыта работы конкретно в Грузии на грузинскую компанию у меня не было, а здесь он как бы появился. В целом, каких-то глобальных отличий я не вижу, ну, за исключением того, что организационная структура, она, конечно, подхрамывает. А во всем остальном примерно все точно так же, да, то есть у тебя есть там рабочий день, у тебя есть выходные дни, ты приходишь, ты получаешь зарплату. Медитируешь у вас вне сезон, когда туристов тут нет? Медитируешь, когда вне сезон, да, обычно у нас вне сезона тут владельцы живут, но... Ну, сейчас переходный как раз момент, да, владельцы еще не приехали, гости уже свалили. Нет, я вам говорила, что в этом году у нас намного больше людей стало приезжать сюда именно для постоянного места жительства, то есть для ремонта он уже рассматривается не как просто курортный комплекс, а именно как для постоянного проживания. И для них вы продуктовый открыли прямо на территории, да? Для них мы открыли продуктовый, в том числе, как я уже говорила, мы строим спа-центр. А ресторан? Ресторан работает и бар на пляже сейчас работает, но в дальнейшем, я думаю, что будет больше ресторанов круглогодично работать. Рыбный ресторан открывается в следующем году. Это очень круто. Большое спасибо за ваш опыт, мне с вами очень приятно было общаться. Вы божественный собеседник. До встречи на море. Давайте.